Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис и сегодня я бы хотела рассказать вам о таком нечасто используемом кустарнике, как лобчатка кустарниковая или курильский чай. Это растение незаслуженно мало используется в озеленении, хотя это растение очень неприхотливо. Этот вид встречается на всей территории Сибири, Дальнего Востока. Впервые его обнаружили на курилах, поэтому название он такое получил, курильский чай. Почему же он чай? Это растение имеет давнюю историю использования как лекарственное. Сибиряки и жители Китая, Дальнего Востока широко использовали это растение в качестве средства обеззараживающего воду, а также как лекарственное растение, которое препятствует заболеванию различными кишечными инфекциями. Научно доказана эффективность курильского чая как средство от дизентерии, от холеры и от прочих кишечных заболеваний. Кроме того, высушенные верхушки с цветами и листьями, однолетние побеги курильского чая. Их применяют именно в качестве лекарственного сырья. Заготавливают их во время цветения с июня по август месяц. Срезают только травянистую часть, которая не имеет деревянистых таких частей. Ее широко используют для профилактики сердечных заболеваний, поскольку длительное применение настоя из травы лобчатки кустарниковой, оно нормализует сердечный ритм, то есть оно полезно при аритмии. Кроме того, оно снижает воспаление печени различного происхождения, как вирусного происхождения, как паразитарного, так и просто от не очень здоровой пищи, которая может быть вызвана потреблением большого количества жирного, жареного, спиртных напитков. Курильский чай в этом случае хороший помощник. Это средство имеет доказанную эффективность как мочегонное средство, и в народной медицине оно широко применяется при недержании мочи. Вообще история курильского чая как лекарственного растения, оно очень давнее. Это растение описывается в трактатах китайских 15-14 века, то есть оно очень давно используется именно как лекарственное растение. Но сегодня мне, конечно, хотелось бы немножко охватить декоративную сторону это растение, поскольку я надеюсь, что мы все сегодня более-менее здоровы, и у нас не стоит такая необходимость лечиться, а мы хотим наслаждаться красивыми и неприхотливыми цветами. Так вот, в чем же прелесть курильского чая? Это растение очень хорошо растет на самых разных типах почв. В природе оно встречается как на заболоченных и частично подтопляемых участках, так и на каменистых осыпях. При этом практически везде при достаточном количестве цвета это растение красиво цветет эффектно и очень продолжительно. Это на самом деле достаточно редкое свойство многолетних растений, кустарников, продолжительное и длительное цветение. Единственным недостатком курильского чая является то, что при жаркой погоде, жаркой сухой погоде, цветки его очень быстро осыпаются и теряют декоративность. Самые красивые цветы у курильского чая во влажную, дождливую, прохладную погоду. В сентябре этот кустарник является просто вот самым красивым на клумбе. Имеются сейчас очень много сортов курильского чая. Из-за того, что в природе известно около десяти видов, некоторые ботаники их считают, какие-то растения считаются видовыми, какие-то считаются подвидами, но в целом около десяти видов насчитывается курильского чая, до десяти. И они могут в природе быть как желтого, так и белого цвета иметь цветки. Селекционеры получили сорта с простыми, белыми, розовыми, оранжевыми, лимонно-желтыми, такими мандариново-желтыми цветками. Кроме того, есть сорта с двуцветной окраской, когда середина цветка имеет более светлую окраску, белую, либо кремовую, либо светло-желтую, и по краю лепестка идет кайма. Кайма обычно темно окрашенная, розовая, либо оранжевая. Также имеются махровые сорта, но, на мой взгляд, они не очень декоративны. Они цветут, они меньше образуют цветков, и их цветение не такое эффектное, как у сортов с простыми цветками. В принципе, в условиях Белоруссии самыми красивыми, на мой взгляд, являются лобчатки с желтыми цветами. У нас не так много солнца, не так много жарких дней, и желтые цветы, они всегда в саду придают особое очарование. Это растение вы можете выращивать как на каменистых участках, вы можете его высаживать в качестве бордюрного растения, поскольку оно не превышает высоты, как правило, полутора метров, но в целом большинство сортовых растений лобчатки кустарниковой достигают высоты всего около метра. Это растение также хорошо переносит стрижку, причем при стрижке оно продолжает свисти, поскольку цветоносы у этого растения образуются практически на протяжении всего лета, образуются новые и новые цветки, и цветение продолжается. Поэтому я рекомендую вам попробовать вырастить у себя в саду это растение, и пускай оно вам доставляет радость. С вами была Анастасия Гулис на канале Про Цветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.